Доброе утро, девчонки, следующего дня. Меня мама тут попросила завтрак, я ей сделала кофеечек по моему фирменному рецепту, печеньки юбилейные, которые мы вчера купили, со сливочным маслом, любимые, самые любимые вафли. Я пока за всю свою жизнь вкуснее вафель не ела. Единственное было только в советские времена, с халовой еще только появились, вообще вкусные были. Вот, и конфетка. Приятного ей аппетита. Сейчас я себе буду завтрак готовить. У меня уже вон сок стоит апельсиновый. Так, а это мой завтрак. Девочки и мальчики, два яичка я тут перемешала со сливочным маслом на сковородке. Котлетка, авокадо половиночка и помидорка с сыром фета, с оливковым маслом и с хлебом, который у меня упал на пол. Но я его все равно съем. Потому что уже голодная, не могу, злая. И апельсиновый сок. Что не соринка, то и витаминка. Вот, немножечко авокадо порезала. Очень-очень вкусно. Вообще авокадо вкусное, обожаю их. Давай, на смертный бой. А Никитос куда делся, мам? Мам, ну, в гаражную шпаку. Не знаю. А. Короче, мы идем за творогом. Сметаной на этот раз. Вот. Поутру. Поутру обед уже. Обед уже. С собой Никитоса возьму. Они ездили, переделывали колесо. Мы же пробили его. Два колеса. И они разбортировали. Ой, не разбортировали. Ну, короче, нашим маму Ташку мы ездили. Я снимала. Он поехал опять. Че такое, Бай? Куда это вы пошли? За творогом и сметаной. Может, сырничков сделаю на ужин. Снимать колесо. Снимать и то, и это. А че, Бай, че сказал он? А? Че сказал? Ничего. Вон, это, разбортировали другое. Поставили новое, видишь? Новое поставили? Не, ну да. Резина новая. Резина новая. А где вы купили? Говорит, еще я 7 лет назад купил запас. Так чем дело закончилось, я не поняла. Просто поменяли резину. Поменяли резину. Больше ничего. Это будет запас-то у меня новенькая. Поменяли колесо просто, да? Да, да, да. Баллон негодный. А это выкинуть дай? Да. Я че ж... Иди с хрен пойми, шо это такое. Это то, что он накладывал? Нет, это другое. Вы туда же ездили, к нему или нет? Нет, там его нет. В Канаде не целенево ездили. Ясно. Ну, ты не стал переделывать еще? Нет. Легче новое купить. Уже 600 рублей отдали за колесо вместе с... Какой 250? Не сейчас. Вот, мы делали за 600... 600 рублей отдали. И в итоге... Не 600, а два колеса мы делали. 900 рублей отдали. Ну, заодно он сказал 350, а другое, по-моему, 550. Вот тебе 600 получилось. Ну, вот 900 получилось. То есть ты отдал 550 рублей просто так, получается? Полтысячи, просто так. Просто подарил. Просто подарил. В итоге... А что это здесь такое? Так, порвано. Ну, уже все пошло. И в итоге пришлось все равно ставить новое. Там типа внутри порезано... Как это, папа, объясни? То есть внутри колеса идут железные... Нити. И одна из нитей, и она просто там повреждена. Ее не заклеить уже. И все. Ну, короче, не знаю. Я даже голову не хочу забивать. Ну, да. Это что? У тебя не китос нужен? А что? Могу я его с собой взять? Ну, да. Могу я с тебя с собой взять? Куда же сейчас? За творожком сходить со сметанкой. Со сметанкой. Ну, 2 килограмма творога и 500 грамм сметаны. 2,5 килограмма. Это никуда. Пускай стоит, мы будем подвешивать он туда-назад. На цепь, на эту. Ну, сходи за компашкой, Настя. Я сейчас еще... Ну, как бы да, мне компания нужна. Мне могла одна, конечно, сходить. Ну, сама я не могу сходить. Я не могу сама сходить. Мне нужен помощник. Мне нужен помощник. Ну, Никитоз. Дай мне, пожалуйста, сумочку. Прогуляемся хоть с тобой. Мне кажется, он немножко на коктейлях уже похудел. Да, Никит? У тебя не кажется так, Никит? Он каждый день ездит в качалку. Он большой какой вообще. Мне кажется, ты по стране, Никитоз. Слышишь? За кого? За три дня. Приветик. Что ты говоришь? За три дня? Ну, почему бы и нет? Так не бывает. А? Так не бывает. Тебе здесь плохо слышно. Так не бывает. Ты куда побежал, берет меня? Мне деду помочь. А, все, ладно. Насте помочь, деду помочь. Собака рычит. Бежит. Бежит, хочет есть, а мы ничего ей не взяли. Ты только в ноги на ней кидайся. У меня ничего нету. Она даже хлеб уже есть. Нету хозяев. И она даже ест уже хлеб. У нас тут собака соседская попрошайнейшит постоянно. И вот мы ее теперь подкармливаем. Борща ее взяли. Все ее чуть жалеют. Всем жалко. Все, мне ее срочно покормить надо. Она нас ждет. Сейчас тебя будет встречать, Никитус. Встречать и прыгать вокруг тебя. Я к ней сейчас подошел без всего. Рычать начала, а без всего? Ну, она просто ничего не знает. Не особо знает. Он бежит, 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 бежит. Ты сначала подожди, давай я хлеб сначала раз... Разецам, мой Никит. Давай сначала хлеб раскрошим. Сейчас подожди. Да я ее сейчас туда подойдем. Она отрычать будет. Знаешь, какая? Я ее побаиваюсь даже. А куда я хлеб? Ай? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, дай здесь. Вот, держи, держи. Нет, надо было хлеб, я размешаю. Давай сюда. Зачем? Надо. Сверху, да, надо. Вот, берешь. Сейчас, подожди. Знаете, пока вот, вплотную. Туда, где-то. И туда. Он промотнет, если он? Промотится? Что-то мамка бы много хлеба надо давала, да? Да, нормально. Все нормально? Просто покушаем. Нет, ну просто можно было оставить ее на следующий день. Да, я сейчас, на следующий день больше покушаю, да? Да, я сейчас тоже куст. И такой жалостивый оказывается. Слушай, надо вот так вот это сделать, значит, вот так. Да, вот, смотрите. Как бы, буханка будет. Слева. 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 Откуда есть. Курачка. А куда у вас, что-то, криво сняла? Не, ну, водичка есть. А? Водичка есть. Холодная, так же. Да, я не знаю, что там за пылесом. Так, к ней подходить близко нельзя. Она сейчас рычает, будет голодная. Смотри, какая она голодная, никто с... Это ей на один зубок. Видишь, рычит. Видишь, здесь? Не надо на животных, что это не кушает. Почему? Не надо, вот. А почему, что будет? Ну, кинуться много. Что много? Кинуться могут. Кинуться могут? Да. Никто ж жалостливый, говорит, давай весь хлеб отдадим. Ей этого мало будет. Вот у меня собака должна... Где-то года полтора она с вами живёт. Вот сколько я её кормлю. Я стою для неё и борюсь коровец. Сколько? Года два уже, так? Ну, да, ну, это года полтора где-то. Вот она зимой забрала. А вот собака ещё есть. Мне, наверное, лет шесть было, мы её взяли. Угу. То есть он у меня не рычит, он знает, что это. Ясно. То это хозяин, его нельзя трогать. Короче, ты жалко тебе, да, писов всяких разных? Вернётся потом. Вернётся он, что, он сбежал? Нет, в смысле мне вернётся. А, тебе вернётся? Ну да, конечно, вернётся. И ты белый мысль, чизель. Да? Он уже занял батя на место. Ты всё облепил здесь. Калоревская месть у тебя, да, Зарь? Смотрите, какой у меня маман. Так отсвечивает, сделала вкуснотища, девочки. Это она в девочке-девочке в духовке на фольге. Перцем ты смазывала их, чем-нибудь не смазывала? Нет, я этот смазала. Смазала просто этот маслечком. И вот сверху перца положила. А ещё сейчас она переложит их куда, мам? Вот в эту чашечку с чесночком. Чесночок туда, да? Да. Вот эту маску. Шкурочку сниму сначала. Шкурочку снимет и туда положит чесночком. А это я замес сделала на творожнике, короче. На творожнике. Вот вкусный твор, потому что офигенский. И жарить я их буду на кокосовом масле. Ссылку уже многократно оставляла. Настоящее, нерафинированное кокосовое масло. Очень-очень вкусное. Прямо действительно настоящее. Не зря выкинуты и деньги, кстати. А то бывает купишь масло, и там кокосом даже не пахнет. Мой второй приём пищи. Сырнички, которые я только что пожарила. Со вкуснейшей просто сметаной, со вкуснейшими сливками. И кофе с молоком. На этот раз с коровьем. Потому что у меня кокосовое чуть-чуть закончилось. Надо бы заказать его. Единственное, вот это кто-то оставил пятно. На тарелке. Что за чупакабра какая-то. Время у нас уже пол восьмого, кстати. Но мы ещё будем ужинать. Это сейчас просто небольшой мой перекус, потому что я жутко проголодалась. Мы прям плотненько так поедим. Покажу вам потом. Вот. Отвокат Ефремова Ерман Бажаев снова опаздывает. Сегодня на 15 минут. А почему всегда опаздывает? До свидания. Спасибо, пожалуйста. Что вы на камеру? Я делаю. Картошка. Ну, как бы да. Ты её можешь ножичком тыкни? Так она уже, наверное, готова. Да? Ну, тыкни ножиком. Значит, я... И что мне её сделать с ней? А ты её сможешь выключить газ и поставить под раковину и залить холодной водой? Ну, конечно, смогу. Ну, суть, попробуй. Ну, посмотрите, какой урожай у нас. Урожай-то какой. Ой, господи. Мам тут сидит, его перебирает, режет вон эти... Вот эти будилья, которые... Мазоль уже. А Никитос, он пошёл спортом заниматься у нас. Уже пошёл? Да. Никитос, вы за тобой приехали или ты к этому идёшь? К дороге? Ну, ладно. Тут Адюнечка. Мы здесь на улице будем есть. Ай! К асфальту пошёл. Ну, всё, ладно, давай, звони. Вот, короче, приводим всё в порядочек мы. Адюнечка тут? Адюнечка, кисай. Дюнечка, кисай. Ой, господи, плативный какой, плативный. Маску можно вот гладить, он даётся. Вот, смотрите, видите? Даётся. Даётся. Он ему можно и так, и так, и по-всякому. А вот Адзик, блин. Идёт только, когда сам хочет. Так фиг его погладишь. Ну что, картошку давай иди. Со своими характерами. Или папа пускай идёт на себе. Да я сама сделаю. Ну давай. Залей у тебя штыни, ты сейчас садись. Что у нас на ужин? Мама вот перчики сделала, я вам уже показывала, с чесночком. Картошечку мы отварили, обычную, уже свежую. И салатик со свеклой. Ну вот такой вот. А, кстати, давай песта откроем. Давай. Да, вкусняшка? Сейчас ещё песта принесу.